Мы от бактерий, на самом деле, человек, мышь, недалеко ушли. Мы что, будем все отредактированными? В Римской империи молоко служило слабительным средством для взрослых. В 1978 году рождение ребенка из пробирки было атомной бомбой. Ты жирный – это гены. Ты тупой, как мы сейчас говорили, это гены. Жизнь, она агрессивна. Смысл жизни – это ее продолжение. Все. Теперь можно не только смотреть. Мы научились трогать, точнее, филигранно разрезать цепочки генов. В 2020 году Нобелевскую премию по химии получили Эммануэль Шарпинтье и Дженнифер Дудна как раз за эту самую технологию генетических ножниц. Ну, официально он называется Криспио. Этот самый Криспио действительно уникальный прорыв в биологии. Почему? Ну, потому что он сделал невероятное вероятным. Я имею в виду настоящее, а не симптоматическое лечение страшнейших генетических заболеваний. Звучит круто, не правда ли? Так что ж теперь, нас с вами можно и нужно редактировать. И вообще, перефразируя Карла Маркса, это гены определяют бытие, или же бытие определяет наши гены? Итак, сегодня наука против мифов о генах. С генетическими ножницами наперевес в бой с мифами о генах ринулся молекулярный генетик, профессор, доктор биологических наук, автор более двух сотен публикаций, в том числе в ведущих научных международных журналах Сергей Киселев. Здравствуйте, Сергей Львович. Добрый день. Сегодня мы поговорим о теме, которая вот последние несколько недель на всяких, не только научных, но в общем на федеральных каналах обсуждается очень серьезно. Нобелевская премия по химии 2020 года. Ну, Нобелевская премия сама по себе это событие, а тут еще такое совпадение, уникальное факторов. Во-первых, впервые в истории эту премию по химии получили сразу две женщины. Это еще и за то, что, страшно сказать, генетические ножницы звучит прям фантастически. Вот расскажите, пожалуйста, Сергей Львович, что же такое генетические ножницы, и за что именно Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудну получили величайшую премию? Ну, вообще, я бы сразу хотел сказать, несмотря на то, что вот Нобелевская премия дали за генетические ножницы, а Нобелевские премии присуждают за научные открытия, которые принесли пользу человечеству. То есть это не просто наука, но еще и польза для человечества. Эти две замечательные дамы, они сделали другое великое научное открытие. Они открыли адаптивный иммунный ответ у бактерий. Вот раньше считалось, что у бактерий нет адаптивного иммунного ответа. Что такое адаптивный иммунный ответ? Мы сегодня все знаем, что это такое. Это вот если нам сделают вакцину, то ковидом мы не заболеем. Вот это называется адаптивный иммунный ответ. Если мы были когда-то инфицированы каким-то патогеном, бактерией, чужеродным агентом, то у нас возникает, мы адаптируемся к внешней среде, и второй раз мы от этого не заболеваем. Вакцины. Неужели вакцин до них не было? Вакцину вообще-то изобрел Джейнер, когда он осознанно это сделал. Еще до того, как человек открыл адаптивный иммунный ответ. Ну, так сказать, мы изобрели, стали использовать вино, сыр гораздо раньше, чем поняли, что это сложные биотехнологические процессы, брожение, связанные с дрожжами и так далее. Мы используем раньше, чем понимаем суть. Также и в случае вакцины начали использовать раньше, чем этому явлению дали определенное название адаптивный иммунный ответ. Приспособительный иммунный ответ, обладающий памятью. Если мы в детстве переболели корью, то мы не будем потом болеть корью очень длительное время, может быть, никогда даже. А раньше считалось, что это привилегия высших существ, как человек, ну, млекопитающих в частности, мою любимую мышку, человека тоже. Вот они имеют. Бактерии не имеют. Оказалось, что бактерии тоже имеют иммунологическую память. То есть, если когда-то они были инфицированы вирусами бактерий, они называются бактериофаги, то и выжили по каким-то причинам, то они приобретают устойчивость к этому бактериофагу, к этому вирусу бактерий и продолжают прекрасно себя чувствовать. То открытие, которое сделали Шарпентье и Дудна, оно позволило обнаруживать среди трех миллиардов букв генетического текста нужную комбинацию и разрезать в этом месте за неделю. То есть, семь месяцев сопротив семи дней. Вы понимаете, что это действительно принципиально изменило, в общем-то, течение истории. Значит, неделя, вот это вот, это, я так понимаю, только начало технологии-то будут совершенствовать. И вот скажите, если эту технологию будут совершенствовать, мы что, будем все отредактированными, так сказать, улучшенной версией самой себя? Вы знаете, вряд ли мы все получимся отредактированными. Я думаю, что даже каждый маловероятно получится отредактированным. Хотя, и об этом стоит поговорить, есть на земном шаре два человека, которые полностью, ну, скорее всего, полностью отредактированы. Это две девочки, которые родились в конце 2018 года в Китае, и в которой китайский ученый как раз провел редактирование вполне определенного гена для того, чтобы эти девочки приобрели устойчивость от СПИДа. И то, одна условно, мы можем сказать, отредактирована полностью, другая не полностью. Почему? На самом деле, ведь вот мы, это сборище клеток. Кроме того, что в каждой клетке 3 миллиарда букв генетического текста, в каждом человеке 10 в 14 клеточек. Теперь вы представляете, что если мы говорим о том, что вот мы все будем отредактированы, это что? Мы должны в каждой из 10 в 14 клеток найти среди 3 миллиардов букв вполне определенно и что-то там сделать. На сегодняшний момент, ну, я думаю, долго, для живущих людей это будет невозможно. Но, конечно же, есть технология, которая, сочетание технологий, которые позволяют это сделать. Это Нобелевская премия 2010 года и Нобелевская премия 2020 года. Видите, вот декаду разделяют две Нобелевские премии. Одна Нобелевская премия 2010 года была вручена Роберту Эдвардсу за экстракорпоральное оплодотворение. И то, что называется, дети в пробирке. И вторая Нобелевская премия была вручена в этом году как раз вот нашим двум замечательным дамам. Почему это сочетание этих двух технологий может действительно в каких-то случаях приводить, как вы сказали, полностью отредактированность? Потому что технология экстракорпорального оплодотворения манипулирует с организмом на стадии одной клетки. Когда у нас одна клетка, ну, две клетки, ну, три, ну, четыре клетки, то в этих клетках во всех, в общем-то, мы с большей вероятностью можем провести генетическое редактирование, чем в десяти, в четырнадцатой степени клетках. Тем более сейчас это коротко, за неделю можно практически. Ну, за неделю, на самом деле, само редактирование проходит за, наверное, минуты. Это неделя, это подготовительные процессы, на самом деле, да, понимаете? А это очень быстро. Ну, не минуты, это сравнимо со скоростью деления клетки, скажем так, скорее всего. Поэтому это часы, там, десяток часов, но, тем не менее, это не неделя, это в любом случае неделя, это подготовительные в основном процессы. И когда как раз совершено искусственное оплодотворение, когда сперматозоид оплодотворил яйцеклетку в пробирке, то в эту же пробирку мы можем добавить наш генетический редактор, произвести геномное редактирование, а потом продолжить дальше культивировать эту клетку, как и в случае ЭКО, до стадии примерно стоклеточной ткани под названием бластоцист, которая потом имплантируется в матку и приводит к развитию беременности. В этом случае, скорее всего, все клетки будут модифицированы. Но на самом деле, и то не все. Вот из двух родившихся девочек в одной... Информация, честно говоря, очень скудная, поэтому она сейчас достоверно неизвестна. Но то, что было известно на конец 2018 года, начало 2019 года, что одна девочка, скорее всего, имеет во всех своих тканях, во всех своих клетках введенную мутацию, а второй близнец, скорее всего, не во всех, потому что не во всех клетках сработал этот генетический редакт. Их мутация, цель этой мутации была безопасить их от спида, правильно я понимаю? Да, это естественная мутация, которая встречается у людей, причем это европейская мутация, она встречается у европейской популяции. И частота встречаемости этой мутации нарастает с юга на север, на юге Европы. Она достаточно редкая, а на севере Европы эта мутация достаточно часто встречающаяся. Поэтому северные люди реже заболевают спидом, нежели чем люди, живущие на юге Европы. И вот эту встречающуюся... В Китае этот вариант гена не встречается. Поэтому китайский ученый решил таким образом осчастливить китайский народ, внеся туда подобную мутацию. А чем еще можно осчастливить и не только китайский народ? Я имею в виду, что можно исправить. Например, самую главную проблему человечества, современности, рак. Могут эти генетические ножницы исправить? И вообще, нужно ли это делать? Нужно ли это делать? Это диалектический вопрос. Понимаете? Мы оцениваем рак, да и любую болезнь, как негативное явление. Ну, понятно, потому что человек страдает. Лично для себя как негативное явление. Для одного и не... Для человечества как негативное явление. Как для социума. Но с точки зрения природы на самом деле, и человека, ну, просто как биологического вида, который живет среди других биологических видов, любые мутации, которые происходят, они могут оказаться полезны в каких-то ситуациях. Это сегодня мы навешиваем ярлыки и говорим, о, это плохая мутация. Ну, действительно, она приводит к заболеванию. О, это никакая мутация. То есть, эта мутация ни к чему не приводит. О, это типа там хорошая мутация. Ну, такого я не знаю, честно говоря, чтобы были хорошие мутации. Но это сегодня, в сегодняшних условиях окружающей среды. А придет оледенение, либо там метеорит упадет, либо налетит Земля, наверное, небесную ось. Любой катаклизм может быть. И тогда те люди, которые сегодня имеют якобы плохую мутацию, они могут оказаться как раз некими преимуществами, и как раз выжить в этих сложных условиях, в сложных, изменившихся условиях, о которых мы не подозреваем совсем. Но, тем не менее, сегодня мы считаем, что это плохая мутация, и ее надо лечить. Заканчивая тему с ножницами генетическими невольно, возникает вопрос об этической стороне этого дела. То, что в Китае, так сказать, легко и просто будем говорить, на Западе, мне кажется, будет сложнее. Вот поднимаются ли этические вопросы? Вы знаете, ну, этические вопросы, этика, ну, сама этика, она ведь возникла, скорее всего, не как то, что можно делать в будущем. А этика, она скорее касается переживания человека об уже сделанном. То есть, ой, а что мы натворили? Ой, мы сбросили бомбу. Ну, а куда без этого? Потому что, если ядерный распад пошел, ну, должны были либо энергию плавно вырабатывать, либо моментально вырабатывать. И то, и другой вариант, он был реализован. Поэтому такие бомбы взрываются. Вот, например, в 1978 году рождение ребенка из пробирки, за которую, за что дали в 2010 году Нобелевскую премию, было атомной бомбой. И весь христианский мир сказал, нет. Ну, извините, 10% христианского мира страдают от проблемы бесплодия. А это финансы, которые церковь не хочет терять. Поэтому церковь заняла вполне определенную позицию отстранения от этого терпимости, толерантности. Поэтому я считаю, что в наш толерантный мир, в общем-то, все диктуется, скорее всего, выгодой какой-либо стороны, а не этическими переживаниями, ну, в том числе, а не сделанным. И то, что... Ну, а касаясь генетического редактирования и применения на человеке, вот если в 2014 году ООН сказала, о, мы ни в коем случае запрещаем генетически редактировать человека, там есть одна поправка, так, чтобы это стало наследуемым. То есть можно проводить генетическое редактирование, если это не наследуется. А суть этики возникает, мы вмешиваемся как бы в наследуемый геном человека. Сказали, нельзя. Ну, нормально, в 2014-2015 году уже пошли первые китайские работы, потом работы американских ученых, то есть все равно все делали. Поэтому мудрые японские политики, они до того, как еще китайский ученый в ноябре сказал, что вот я внес генетические модификации, в сентябре в Японии были опубликованы нормативные акты, которые не запрещали генетическое редактирование, наследуемое генетическое редактирование человека. Продолжая тему генетики, я собрал несколько распространенных мифов о генах в интернете. Хотел бы представить вам эти пару тезисов для того, чтобы вы, как профессионал, оценили их. Ну, например, самый популярный тезис в интернете, что гены полностью определяют нашу жизнь. Ты жирный – это гены. Ты тупой, как мы сейчас говорили, это гены. Так насколько они влияют на нас? Мы – это они? И да, и нет. Конечно же, гены, они дают нам основу. И другое дело, что гены же не знают, в какую окружающую среду они попадут завтра или сегодня. Вот когда рождается человек, любой живой организм, он же не знает, где он родится. Он родится там, где родится. И, конечно, природа должна быть тоже к этому готова, к тому, что не только вот этот кирпич генетический родится, который не изменит, а он должен быть определенной формой для определенных условий среды. И поэтому, конечно же, да, не могу сказать, на сколько процентов, ну, скажем так, на 85-90 процентов мы состоим из наших генов и диктуемся нашими генами. Но для того, чтобы эти... Но еще гены имеют всегда свободу в реализации, которая зависит от окружающих условий, либо, как теперь мы говорим, от нашей воли. Если мы предрасположены предрасположены к ожирению, а нет такого, что ген жирности или там нежирности, есть действительно генетически определенная предрасположенность. Но если мы, зная предрасположенность, будем ограничивать себя в калориях, эта предрасположенность не реализуется. Если мы предрасположены к алкоголизму, но будем мы жить на необитаемом острове, где никого нет, никакого пива не делают, ну, не будем мы алкоголиками, потому что не реализуется эта предрасположенность. Поэтому, конечно же, мы сделаны из наших генов, но в некоторых случаях, некоторыми генами мы можем достаточно сильно, назовем это, управлять или, по крайней мере, корректировать их работу. Кстати, об уме. Это тоже ведь связано с активизацией тех или иных процессов. Если человек до определенного, скажем так, если Маугри, рожденный... Вне человеческого общества. Да, вне человеческого общества. До определенного возраста, в трех-пяти лет, не научиться разговаривать, он больше разговаривать не будет уже на нашем языке. Он, может быть, будет разговаривать там с волками по волче, как его обучили. Но мы его уже не сможем обучить, мы не сможем с ним уже коммуницировать, он уже не сможет постигать нашу информацию. А, собственно, что такое мы говорим умные, глупые? Это переваривание существующей информации, некий анализ и выдача обратно некого синтеза. То есть, опять-таки, передача каким-то образом. Он не сможет ее потреблять и не сможет, соответственно, выдавать. Вот мы говорим, он глупым. Гены не реализовались в определенный период, не установилась речь, не установились определенные связи в головном мозге. Он остался условно глупым. Хотя генетически он может быть... О, Эйнштейн! По поводу управления нами, нашими генами, мы сейчас поговорили. А как насчет наоборот? Вот книга «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза. Если я так дилетантски ее читал, она сложновато для меня, но такое ощущение, что мы, собственно говоря, живем только для того, чтобы передать наши гены дальше. Ну, с точки зрения жизни, да. Сделал ребенка и до свидания. Жизнь – это и есть ее продолжение. Смысл жизни – это ее продолжение. Все. Больше у жизни смысла нет никакого. Так, значит, это они нами управляют? Да это не они. Это жизнь. Ну, вот кирпич, да. Он как лежит один, так и будет лежать один. И будет рассыпаться со временем. Будет исчезать. Жизнь, она агрессивна. Она не ведет пассивный. Бактерия не пребывает в покое. Она постоянно делится, завоевывает территории других бактерий. Так же, как и человек, как живой. Он постоянно делится, воспроизводит и захватывает агрессивно территорию. Жизнь – это агрессия. Не будет этой агрессии, как кирпич. Это тогда будет не живой мир. Это не организм. Это кирпич, который лежит-лежит под дождем, намок, зимой замерз и развалился на две части. Еще один довольно популярный тезис, который я частенько слышу у себя дома. Моя жена любит сказать, ну, весь в отца, когда мой сын начинает творить всякую ерунду. Вот скажите, можно ли ее разубить? Ведь она имеет в виду именно гены, отцовские гены. Тоже часто бывает так. Не от меня это плохое поведение передалось. Ну, смотри, а зачем? Не от отца, что ли? Нет, я думаю, что поведение, оно само как-то не от генов. Поведение тоже заложено в генах. Вот вы, все болезни, они от генов. Вот если, например, даже человек поломал ногу, это же от генов. Почему? Потому, а как? Если человек генетически имеет склад какого-нибудь меланхолика и будет лежать на диване, никуда не будет ходить, никак не будет перемещаться, то вероятность побежать и сломать ногу у него меньше, чем у холерика. Который каждый день что-то ищет себя до приключений. Который каждый куда-то там ищет на себя приключения. Значит, это тоже определяется генами. Поэтому характер определяется генами. Но ведь, кроме всего прочего, эти гены живут в вашем окружении, в окружении вашей жены и вас сами. И эти новые гены, они копируют вас. Они продолжают вас не только генетически, но что это называется... Ну вот вторая часть, которая может быть контролирована. Как контролировать геномы? Это называется эпигенетика. Они еще эпигенетически, так сказать, в этой среде живут, копируют. И это получается еще не только генетический дублик, так скажем, а эпигенетический тоже. Потому что, конечно же, ребенок будет вас копировать. И, наверное, вы как отец только об этом и мечтаете. Давайте поговорим вот о чем. Еще несколько лет назад, сейчас, кстати, тоже, но не так популярны генетические тесты, которые должны призваны помочь похудеть. Вот мы сейчас с вами говорили как раз, что все-таки генетическая предрасположенность к ожирению кому-то существует. Так может быть, все эти генетические тесты действительно, правда, показывают, что с тобой не так, и что тебе делать, чтобы ты похудел. Генетический тест, несомненно, может дать информацию о том, на какие генетические пути, которые не очень у индивидуума соответствуют средней норме, как они не очень правильно работают, и попытаться скорректировать свой рацион. Потому что, действительно, мы можем достаточно сильно корректировать свой рацион, и рацион сильно влияет на наш внешний вид. Вот еще лет 25-30 назад, когда Япония была больше закрыта от европейской цивилизации, там, на самом деле, с трудом можно было найти мясо, молоко, творог только в Токио. Нигде, так сказать, на периферии никакого мяса, молока нельзя было найти, только там рис, это соевое какое-то молочко и так далее. Все были подтянутые, все у них было хорошо, у японцев. Потом пришла европейская культура, которая сейчас там появилась. Сначала у японцев появились желудочно-кишечные расстройства. Они не могли потреблять мясо, они не могли потреблять молоко, они не могли потреблять творог, потому что это не свойственно стандартному реализации генов, которые шло в поколениях. Прошло несколько поколений, меньше двух поколений. Все, у них адаптация, у них полно жирных, все нормально с желудочно-кишечным компактом. Мраморная говядина. Совершенно верно, все хорошо. Обратная ситуация была в Соединенных Штатах. В конце 90-х годов, вот когда я работал, в начале 90-х, в конце 90-х, в начале 90-х, там, например, очень актуально было, найдите какое-нибудь средство от аллергии после применения этих самых сифуд, морских продуктов, морепродуктов. А не только как раз из Китая, из Японии, США. Бум, этих морепродуктов. И действительно, от этих панцирных, ракушек. Аллергия. Нахитин, который содержится колоссальный. Была потребность научных исследований, прошло пару десятилетий, нет проблем, никакой аллергии нет. Уже возникло привыкание. То есть, на самом деле, гены имеют достаточно большой спектр. Генетически японцы и американцы остались тем же самым. Ну, американцы вообще там какие-то генах можно идти речь, да? Там со всего мира все съезжаются, да? Но по рациону японцы и американцы. Генетика японцев осталась как бы, а американцы тоже самое. Но произошла адаптация к новой пище. Она потребовала времени. И сначала кажется, о, как плохо. А потом, на самом деле, ну, конечно же, гены тоже должны приспособиться работать на более высоком уровне, либо на более низком уровне. Есть и небольшие генетические, конечно, изменения в генетике тоже происходят. Но они происходят не за такой короткий срок. Например, если мы возьмем Римскую империю, то в Римской империи молоко служило слабительным средством для взрослых. То есть, 80% этих древних римлян были гиперчувствительны во взрослом возрасте к молоку. И это вызывало диарею. Сейчас итальянцы, это ушло чувствительность. Но и в российской нации, в российской популяции, по-моему, у нас что-то процентов 20 людей, которые во взрослом возрасте чувствительны к молоку, остальные нет. Но вот эта генетика, она уже не занимает 10, 20, 30 лет. Она занимает столетия. А за короткий срок, за 10, 20 лет, происходит приспособление имеющейся генетики к условиям среды. То есть, грубо говоря, при жизни одного поколения, одного человека это должно происходить. Нам жизнь дает шанс выжить везде. И в Японии, и в Америке, и в Китае, и на необитаемом острове. Заканчивая нашу беседу сегодняшнюю, хочу спросить. Слушайте, 10 лет назад, в этом году, за генетику дают Нобелевскую премию. Не пора ли сделать Нобелевскую премию? По генетике давать химикам за химию, а генетикам за генетику. Ну, вы знаете, это все ведь очень условно. Генетика, как таковой классической генетики, которой занимался Мендель, сегодня нет. Эти ножницы называются генетическими, потому что они действуют на гены, а не потому что это изучение генетики. Генетические технологии у нас в стране стали очень модным сейчас термином. Я очень боюсь этого, потому что, как всегда бывает в нашей стране, сначала, когда генетика в нашей стране начиналась, и, в общем-то, служила советская Россия, она служила оплотом генетики, сюда съезжались генетики со всего мира, которые свободно здесь могли работать. Потом тут наступили гонения на генетиков. То есть от любви до ненависти, как мы знаем, один шаг всегда. И вот эта сегодняшняя любовь к генетическим технологиям, она должна быть нормальное отношение к любым технологиям. Неважно, генетические эти технологии, либо химические технологии, либо какие-то другие. Поэтому, ну, премия. Главное, что она Нобелевская. Люди очень любят делить других людей на тех и этих. Ну, например, на тех, кто открывает банан сверху, и снизу на тех, кто любит пиццу с ананасами и не переносит ее на дух, а еще на тех, кто обожает брокколи и просто ненавидит их. И вот второе разделение, как выяснилось недавно, абсолютно научное. Генетический шаг и мат вам, любители овощей. Итак, ученые университета Кентукки доказали, что вкус брокколи напрямую зависит от наших генов. Всего существует два варианта одного гена, который отвечает за нашу восприимчивость к горе. Один называется AVI, другой – E-AV. Люди, получившие в наследство от родителей первый тип гена, не восприимчивы ко вкусу горящей и с удовольствием пьют кофе и гиво, и, конечно же, едят брокколи. А вот те, кому не повезло, и они получили второй тип гена, наоборот, воспринимают горькую пищу слишком уж горькой. Автор исследования Дженнифер Смит после публикации этой уникальной новости дала такой совет диетологам – обращайте внимание на вкусовые предпочтения своих пациентов и помните о генетической непереносимости горечи, иначе они просто не будут соблюдать предложенную им диету. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова